Даже страшно представить, когда последние дни войны и люди гибли. Я знаю, что у наших дальних родственников погиб молодой человек 10 мая. Расскажите, 9 мая, 9 мая, 10 мая. И как-то я все-таки наслушавшись, начитавшись, и вот мне такое стихотворение, я вам читала. Убит солдат смертельный схват, вошел в бессмертие на бегу. А в мире мами до вас сладкий, и он распластан на лбу. Трава зеленая примята, багровой кровью залита. В руке зажатая граната, и сопка без него взята. В кармане старой гимнастерки письмо от мамы и сестренки. С победой ждут его домой, еще не встретившись с бедой. Как будто смотрит он на небо, где тихо облачко плывет. Он молод, он женатым не был, его девчонка дома ждет. Прошли года, не встал и ночь, и я с поникшей головой пришла солдату поклониться. Пусть это все не повторится. Еще хочу прочесть стихотворение «Обедеон». У нас есть поэтесса городская, очень, кстати, хорошая поэтесса. Светлана «Обедеон» знает, наверное, ее всегда. Я тоже его читала, но тоже, учитывая, что аудитория немножко обновилась, я хочу, потому что очень хорошее стихотворение было. Свеча расплавилась до тла, а я прошу, прошу Бога, позволь, закончив все дела, успеть присесть перед дорогой. Позволь хотя бы иногда мне в тишине общаться с музой, и в этой жизни никогда мне для кого не быть обузой. Оставь на сердце моем боль, чтоб сострадать не разучиться, и на колени не позволь перед надменностью склониться. Друзей и близких сохрани, чтоб под счастливою звездою сумели путь пройти они, тот, что отмерит им тобою. Позволь еще хотя бы раз, не за крыло поймать удачу, и от злорадствующих глаз храни меня, когда я плачу. Пошли в стране моей покой, чтоб молодость не погибала, и чтоб с протянутой рукой у храмов старость не стояла, чтоб вынесла свой тяжкий крест и силу обрела Россия, чтоб не набат, а благовест звучал под небом ее синим, чтоб человечеству везло на радость, на любовь, на счастье, чтоб навсегда исчезло зло и рода всякого напасти. Избави мир от подлецов, что душу ранит словно бритва, и от правителей глупцов, да исполнится молитва.